Я так понимаю, сейчас актуальных вопросов несколько, причем степень актуальности, она максимальная, но есть нюанс. Дело в том, что для жителей Украины, ну в частности Киева, вопрос-то и так, пора ли идти на шоковицу или можно еще подождать. Я думаю, что если кто-то что-то хочет сделать, то ничего не надо откладывать на завтра или тем более на послезавтра, потому что живем мы одним днем и это тоже реалии. Значит, западные столицы интересуют другой вопрос, что сегодня прилетело по Днепру, межконтинентальная, простите, ракета или ракета средней дальности. По большому-то счету разница, она конечно же есть, но опять же, смотря для кого. Значит, по мнению западных, в частности американских чиновников, это ракета средней дальности. И для американцев эта новость, можно сказать, хорошая, а вот для нас и европейцев так себе. Почему? Потому что отличие по большому-то счету и то и то в состоянии нести ядерное оружие, да как и Саискандеры и все остальное, вот это вот летающее российское говно. Но вопрос в чем? Почему американцы настаивают на том, что это все-таки была ракета средней дальности? Еще раз, там критерий такой, баллистические ракеты с дальностью 3000-5000, это типа ракеты средней дальности, а выше 5500 километров это средней дальности. Так вот, эти ракеты средней дальности, они не достанут до Соединенных Штатов. И знаете, может быть, наши американские друзья правы. Почему? Потому что я вообще не исключаю, что россияне их предупредили об этом пуске. И почему? Потому что по линии ядерных бомб всегда идет обмен информацией, а причина здесь очень проста. Дело в том, что если американцы на фоне эскалации, на фоне ударов по Курской области и Брянской области вдруг зафиксируют старт межконтинентальной ракеты, они могут, знаете, что сделать? Они могут просто ебануть по России. Мы тут, конечно, не материмся на этом канале, но тут просто так протокол прописан. Поэтому для нас, лично мое мнение, ничего по сути не меняется. Значит, понятно, что новая система вооружения использована. Многие считают, что это межконтинентальная ракета. Они ее называют межконтинентальной ракетой на рубеж. Баллистическая, с разделяемой головкой. Ну, все красиво оно падает, да. Ну, несет смерть. Просто почему я не сильно тут паникую? Почему? А куда паниковать? А другие ракеты, они что, несут нам подарки под Новый год или что? И если прилетают в украинский дом и убивают там людей, то тем, кто отправился на тот свет, исходим из того, что в рай, а им какая разница? Поэтому я думаю, что тут нужно акцентировать внимание на других аспектах. Как мы будем с этим жить, что мы будем с этим делать. Вот мое мнение. И по факту не так много надо вводить в новшеств. Работать с партнерами в части усиления комплексов ПВО. Я так понимаю, Патриот все-таки там есть и ракеты, которые это говно сбивают. Ну, и самим активнее убивать российских захватчиков. То, что они сделали, ну, тут все очевидно. Значит, Путин пропал на какое-то время из публичного пространства. Я предполагаю, что он просто проверяет, правильно ли приклеили его в его бункере обои. Потому что, если они пойдут дальше, ну, российские военные преступники по этой линии эскалации, ну, то есть, все-таки используют ядерное оружие, то приведет это к тому, что Путин больше никогда не выйдет из бункера. А он там большую пресс-конференцию затеял, в бункер всех не пустят. Тем более, там иностранные корреспонденты. Мало ли, они что-то, какой-нибудь жучок там оставят, пресс-конференция закончится, а потом прилетят такие же ракеты, как это было в Курске, в Курской области. Жертвы, письюных генералов по стенам, ну, кишки и так далее. Я, наверное, даже тут подумал, что было бы неплохо еще разочек сходить на пресс-конференцию с правильным радиомаяком. Ну, если, конечно, она будет проводиться в бункере. Но на пресс-уху к маньяку я уже ходить не буду. Мы этот процесс с вами на этом YouTube-канале давно пережили. Поэтому мы смотрим только вперед. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Это всегда очень и очень помогает развивать видео. Но я не знаю, как вы, я исхожу из того, что какой бы война ни была, мы все равно победим. Вот правда. Тем более, если кто-то говорит, что в случае ядерной войны всему кирдык. Ну, многим кирдык. Вот знаете, когда они грозят дубиной ядерной, тут внимание, почему-то в российском массовом сознании мысли формируются таким образом, что они будут убивать, а их убивать не будут. Ну, Брянск и Курская область показали, что тут варианты возможны. Значит, удар межконтинентальной ракетой по Украине. Вот это вот важный момент. Он не имеет никакой военной логики. Это часть психологической войны. Ну, мол, если что, в следующий раз бахнем ядеркой. Только при этом все-таки они хотят, чтобы американская администрация дала заднюю в счастье ударами атакамсами и стромшеду по российской территории. Вот чего они хотят. Но пока эти удары наносятся, будем исходить из того, что перед российскими маньяками никто не моргнет. Ну, вопрос, чего они добиваются. Я так понимаю, они хотят, чтобы кто там, не только Байден моргнул, но еще и Дональд Трамп. А как было замечено на российском телевидении, до Трампа нужно еще дожить. Это не шутка. То есть, прямая цитата. Значит, допускаем. Никогда не надо исключать самый худший вариант, что после проба пера с этой мишканитальной или ракетой средней дальности Россия может применить ядерное оружие. Может. Но проблема в том, и хотелось бы донести до российских маньяков, что, во-первых, мы не Япония, и мы не капитулируем при любых раскладах. А вот последствия для Москвы, они тоже будут очень интересные. Потому что в Россию тоже полетит. Вот еще раз. Вот этот вопрос, который когда-то звучал на федеральном канале, готовы ли вы, россияне, сдохнуть ради Украины, чтобы захватить Украину. Его актуальность просто становится все больше и больше и больше. То, что в случае вот этого удара все убедятся в том, что Россия не сумасшедший и нужно всем вместе, и Китаю, и Индии, и всем остальным думать о том, как развалить эту страну на составные части, которые будут жить в мире и согласии с друг с другом, вопрос этот станет просто на новый уровень актуальности. Тут еще нужно заметить один момент. Вот ракеты, удары. Почему я говорю, что Украина не капитулирует и продолжит войну? Дело в том, что российские оккупанты, они же ничего вообще не скрывают. Вот сейчас-то эти путинские лизоблюда пишут такие тексты, что нужно развивать Сибирь. Есть такой любитель ядерного апокалипса Караганов. Он говорит, что нужно новую столицу построить где-то в Сибири, в районе Уральских гор. И почему-то, по какой-то странной причине, они всегда добавляют. И туда мы будем переселять жителей освобожденных территорий. Вам не кажется странным? То есть они освобождают украинцев для того, чтобы депортировать в Сибирь. На место жителей Мариуполя завести, соответственно, каких-то панаефраших. Что же это за освобождение? А чего они освобождают? Причем история о том, что вот надо переселить украинцев обязательно в Сибирь из Украины, она же культивируется, ну, фактически с 91-го года. Там разные. Сначала писали об этом исключительно маргиналы типа Дугина, а потом эти маргиналы сделали карьеру и перестали быть со всем маргиналами. Был там такой, я даже помню, скандал когда-то был какой-то. Был у них такой парень Антон Придихин. Он был видным членом Единой России и тоже еще как раз на рубеже 2014 года написал соответствующий текст о том, что вот было бы неплохо взять и нахрен украинцев выселить из Украины. Ну, чтобы лучше всем в мире жилось. То, что сейчас мы фиксируем, что война зашла в тупик, и если единственным аргументом осталось ядерное оружие, то это, собственно говоря, и есть подтверждением этого тупика. Но на практике что? Ядерное оружие – это изоляция, а не победа. А для власти это лучший способ еще больше закрутить гайки и превратить Россию в Северную Корею. Но эта мысль, я так понимаю, самих россиян особо не беспокоит, а самые умные уже оттуда свалили, кстати. Это я знаю не понаслышке. Те, кто толкают Путина на крайний шаг по применению ядерного оружия, понимают, что после этого смогут его полностью контролировать. Хотя, если он физически выживет, потому что это ой не факт. Потому что после того, или в случае того, если он нажмет красную кнопку, вот из бункера все, дверь будет закрыта навсегда. До этого каким-то таким самым ярким политиком на планете был Трамп. И он выглядел иногда, какие-то вещи такие произносил, что он самый сумасшедший в мире. Баллистика по Украине или межконтинентальные ракеты наводят на мысль, что единственная цель Путина – доказать, что он более сумасшедший. Но то, что россияне пострадают, хрен с ними. Почему я тут вспомнил про Трампа? Дело в том, что расамериканцы настаивают на том, что это ракета средней дальности. То есть, это оружие, которое регламентировалось договором, который в историю вошел как ДРМСД. Договор о ракетах средней и малой дальности. Внимание! В 2014 году первые были свидетельства. Еще Барак Обама телеграфировал в Кремль и говорил, ребята, вы нас обманываете, и вы создаете соответствующее оружие. Я так понимаю, то, что сейчас прилетело к нам. И, внимание, кто из американских президентов вышел из этого договора о ракетах ограничения ракеты малой и средней дальности. Документ, который был подписан, я даже не помню. А, в 1988 году, соответственно, Горбачев и Регин это делал. Так вот, из этого договора вышел Дональд Трамп. Чему это все? Что дело взяло вот тот не очень хороший оборот, который мы сейчас, собственно говоря, наблюдаем, не сегодня и даже не в 2022 году. Я имею в виду полномасштабное вторжение российских оккупантов. Это все история очень и очень долгая. И что-то мне подсказывает, что вот под эти сумасшедшие идеи Владимира Путина и реальные пуски ракет, ну что, будем укреплять свои комплексы ПВО. Вот сегодня выступал наш посол Украины и Великобритании Валерий Залужный. Мы его больше знаем как экс-главкома ВСУ, а не как дипломата. Но, тем не менее, он заявил о том, что вот я считаю, сказал он, что с 1924 года можно отчитывать начало Третьей мировой войны. И вот эта вот математика, она интересная. А почему с 1924 года? Почему не с 1923, не с 1922? Я к тому, что вот эти вот слова такие, Третья мировая война, ядерная война, они, конечно, бередят сознание людей, я точно такой же. Но если разобраться, шахеды летели в Украину и в прошлом году. Оружие из Северной Кореи, то есть снаряды и так далее, и так далее тоже. Тут мне очень понравилось. Тут этим двум российским дедушкам в один из эфиров позвонил какой-то рассерженный россиянин и говорит, типа, ну, а чего мы жалуемся? Мы лупим по Украине, а Украина лупит по нам. А эти дедушки такие, вы знаете, ну, мы же лупим российскими ракетами, а не западными. Так вот, внимание. Тут есть мнение, что без западных компонентов российские ракеты тоже, если летят, то не сильно и не очень далеко. Это я все к чему, что после вот такого поворота событий все страны Запада усилят экспортный контроль, и все равно будут действия. Значит, если вот так вот разобраться, что за чем идет за последнее время. Значит, россияне наступают. Дедушка Байден понял, что это все неправильный тренд. И было ли выданы нам противопехотные мины. Там есть очень интересные варианты. Ну, в общем, с помощью такого минирования наступление остановить будет значительно легче. А еще Байден дал разрешение наносить удары по российской территории. Значит, Путин обиделся, спрятался в бункере и запустил под Днепру межконтинентальную ракету или ракету средней дальности. А в результате этого сегодня ввели санкции против Газпромбанка. Я знаю, что украинцы, а я сам такой, на санкции реагируют так себе, потому что санкции не останавливают войну. Но они ограничивают пополнение вот этого бабло-хранилища, деньги-хранилища. И через Газпромбанк как раз заходили деньги за продажу углеводородов. Это важный момент просто. Война же, она такая комплексная. И в любом случае, кроме вот этих вот санкционных всех деяний, дальше будет следующее. Будут военные решения. Вот правда. Возможно, сейчас многие сделают шаг назад и скажут, что ну ладно, давайте по России тогда не будем лупить так часто. Будем лупить своими системами. Но еще раз, я бы очень хотел, чтобы западный мир перед маньяком не дрогнул. Вот правда. А думал над тем, как его усыпить. Согласны, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы называем здесь вещи своими именами. И несмотря ни на что, не теряем оптимизм. И, кстати, насчет шоковицы. Если кто-то не знает, в Киеве есть такое поверье, что если будет ядерная война, то нужно бежать на эту гору, это в центре Киева, на оргию. И я вот не уверен, что я хотел бы принять в этом участие. Даже как журналист. Почему? Потому что мы этот тренд развернем. Будет такой момент, когда эта тема, потому что они же обычно прикольные идеи, всегда у нас воруют, то они будут встречаться на каких-то всратых воробьевых горах. Но дойдут туда далеко не все. В общем, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. А Украина была, есть и будет. До зустречи.